Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть всего заключается в том, что у вас в интимной жизни есть определенные проблемы. Вы испытываете ненависть к своему молодому человеку. Судя по вашим словам. Интимная жизнь вас стала редкой. После первого года отношения получает. Вот. Значит, вы спрашиваете, почему так происходит и что с этим можно сделать. Ну, причин, по которым это происходит, может быть много, достаточно. Я бы не искал бы причины, как таковы. Прямо сейчас я бы больше сконцентрировался бы на том, что вы чувствуете к молодому человеку. Сейчас. Вот. Что вы ощущаете к нему? Вот. Совершенно очевидно, что у вас есть какая-то травма. Совершенно очевидно, что у вас есть внутри некоторый против, против, против того, что делает молодой человек. Вот это может быть связано как с вашим интимным опытом. Вот. В принципе, это может быть связано так и с вашим интимным опытом. Вот. То есть если вы например, к себе не слишком внимательны, да, если вы именно к себе не слишком внимательны, если вы не слишком к себе внимательно относитесь, то вы могли в принципе что-то пропустить. Вот. Вы могли пропустить какие-то элементы в контексте в ваших взаимоотношениях с парнями. Вот. Что такое ненависть? Ненависть это комфорт. То есть, вам не комфортно в ваших взаимоотношениях с парнями. Вот. А причины этого могут быть разными. Например, если у вас есть определенные трудности с с, ну например, с самооценкой, то вы вполне можете думать, что мужчина с вами сейчас только-только из-за интим. Интим. Вот. Если в ваших отношениях произошли некоторые перемены, такие как, ну, охлаждение в целом, да, в целом, вот. То вполне себе вариант. Вот. Так или иначе, нужно более детально и подробнее обсуждать, потому что, ну, я не думаю, что такие темы могут обсуждаться в таком вот формате, да. Потому что, например, здесь речь идет и об удобстве вашем, и о комфорте, и о предпочтениях. Ну вот. То есть, все эти вещи, ну, на мой взгляд, достаточно важны. И если вы им не уделяете внимание, внимание, вот, ну, в полной мере, так скажем, ну, допустим, да, требуете от себя чего-то, то это не дает вам позитива. Следующий важный момент, который, как мне кажется, нужно обратить внимание, это момент ценности для вас, вашего молодого человека. То есть, ну, вот, словно говоря, как вы к нему относитесь. В целом. А, к мужчине. К ему. Вот. Это довольно важный момент. По моему мнению, вот, если он для вас слишком ценный, если он для вас через шур ценный, то также это может быть проблемой. Вот. Поэтому нужно учитывать это также. Вот. Ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Подумайте над теми вопросами, которые я задал. Это может быть как минимум полезно. Вот. Как минимум полезно. А как максимум может, в принципе, обратить вас на психотерапию, чтобы вы вместе с молодым человеком, например, обратились к специалисту и вместе уже обсудили эту проблему. Потому что, я уверен, что и его это тоже волнует, беспокоит, тревожит и так далее. Вот. Удачи вам всего самого доброго. Надеюсь, что проблемы будут решены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...